я надеялся конечно выбить сегодня далеко не на ручку это 100000 кристаллов 100000 кристаллов ебой да да и привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик на предыдущем открытие контейнер в очень быстро прожали 50 лайкосов поэтому я уже рад вам сообщить что я записываю новое открытие контейнеров будем выбивать опять новые эффекты как только ребят на этом ролике наберется 50 лайкосов я сразу же запишу новый ролик где буду выбивать новые нагибаторские эффекты на пушки на предыдущем конечно же открытие мне повезло очень таки жестко круто нагибаторский не знаю насколько удача повернется мне сегодня в этом открытии но имею 23 контейнера я думаю что что-то хорошее мне должно упасть этих 23 контейнеров поэтому давайте долго затягивать не будем переступим уже к открытию нагибаторских контейнеров открывать как всегда ребят я буду по своей любимой нагибаторской тактике посмотрим что у нас сегодня из этого в принципе выйдет ну и давайте открываем первый с первого контейнера спадает три с половиной тысячи кристаллов ничего удивительного я пока точно не увидел опачки 100 всех припасов неплохо второй контейнер тоже хорошо мне дает третий контейнер 125 мин но здесь конечно уже не так все круто нагибаторский но долго мы это дело конечно затягивать не будем синяя краска питон питон зачем мне эта краска объясните мне пожалуйста зачем мне это краска может это знак какой-то ну давайте оденем какое-нибудь опасное вооружение вот такое вот например и попробуем пооткрывать контейнеры дальше именно таки на этом сочетании дальше открываем 125 двойного урона дальше открываем еще 125 ускорений неплохо неплохо ничего мне конечно же не дает дальше так это три с половиной тысячи кристаллов у меня есть неплохая задумочка открыть сейчас пятерочку и я уверен что с этой пятерки точно что-то хорошее мне должно дробнуть открываем пятерочку три с половиной тысяч кристаллов 125 мин 125 двойной защиты 125 ремок ну и 100 всех припасов боже почему мне сегодня контейнеры не хотят ничего давать а ребятки объясните мне пожалуйста где мои супер нагибаторские эффекты где они ребят почему мне не падает ничего 125 ускорение я вас понял я вас понял открываем пятерочку три с половиной тысячи кристаллов x2 125 мин синяя 250 всех припасов ну давай е-мое 10 золотых ящиков но почему 10 голдов я хотел эффект красивый нагибаторский выбить но мне как всегда дают самую ерунду которую только мне могут дать но почему так это работает но я определенно ребятки недоволен и отпишите пожалуйста в комментарии когда вам в последний раз падала какое-то новое свечение и вернее не даже не свечение а новый эффект со скольки контейнеров вы его выбили и вообще насколько жестко у вас получилось выбить и что выбить потому что ну реально бывает такое то что один день вот прям жестко падает жестко выбиваете все у вас в этом плане четко таки получается но бывает что вот вот как-то так открыл блин 20 контейнеров уже просто ничего хорошего я не увидел кроме 10 золотых ящиков которые я смогу именно таки вам разыграть скинуть ну и все больше ничего такого жесткого аппетитного я не увидел поэтому у нас остается 5 контейнеров открывать будем по одному уже эти пять контейнеров и будем надеяться что что-то крутое должно выпасть 10 тысяч кристаллов давайте дальше дальше давай давай ну пожалуйста пожалуйста упади что-то хорошее ну 125 двойной защиты дальше 125 ускорение но это по дефолту конечно же 100 всех припасов кстати на арке неплохо дала но я надеялся конечно выбить сегодня далеко не на ручку это 100 тысяч кристаллов 100 тысяч кристаллов и бой да да и это конечно круто когда ты выбиваешь соточку это безусловно меня не может не радовать когда соточка мне падает хотя хотел я конечно выбить эффект с этого фиолетового свечения но уже сразу же открывает данный контейнер я увидел что это кристаллы увидел фиолетовый понял что это соточка неплохая вот такая соточка мне все таки с последнего контейнера ребятки дропает но я могу сказать что данное открытие контейнеров не получилось уж такое нереально тупой я бы даже сказал так не получилось оно каким-то неудачным соточку я выбила это значит что в этом плане конечно не все так печально у нас сегодня получилось поэтому ребятки сейчас я быстренько прогружусь в каточку и мы продолжим ну что ребятки наконец-таки я прогружаюсь к аточку выбил я все-таки соточку кристаллов которые мне обязательно пригодятся в прокачке данного нагибаторского аккаунта потому что у меня здесь реально не было так много кристалликов нарки мне тоже с этих контейнеров неплохо так дропнуло но и во второй части данного ролика я бы хотел поговорить немножечко ребята грядущему грядущем празднике можно так сказать грядущим скидочком который у нас будет на черную пятницу что что у нас вообще в принципе произойдет в данный как бы праздник в данный ивент не знаю как его вообще в принципе правильно назвать можете написать в комментарии вообще что вы думаете по этому поводу что вы думаете с чем будет еще связано черная пятница помимо именно таки скидочек в магазине и в гараже вот что вы думаете что может быть еще у нас я безусловно думаю что у нас должна быть опять звездная неделя опять что-то крутое должно быть связано именно с таким вот проведением всяких нагибаторских ивентов я уверен в том что разработчикам эта тема нравится при том что но она реально пользуется спросом можно так сказать при этом они еще неплохо таки зарабатывают за счет покупки игроками именно этих бустеров но и такая вот неплохая скидочка в магазине при том что еще в магазин у нас в продажу добавят легаси добавят все хтшки добавят еще всякие прикольные ништячки и конечно теперь донаты смогут все это приобрести и вообще посмотрим насколько изменится это все также у нас и демоник тоже появится в магазине хотя я думал что это будет реально уникальный скин и ник не когда он не будет ни в продаже не будет он в ну ладно я мог бы допустить что это было бы конечно в контейнерах но то что его можно будет просто взять и купить в магазине это конечно я думаю что это неправильно а что вы думаете вообще в принципе по этому поводу правильно ли водить скины все в магазин и чтобы можно было их просто взять и купить а не стараться выбивать например стараться зарабатывать в звездных неделях. А вот просто взяли, у вас есть деньги, захотели скин, взяли, купили. Я вот считаю, что это особо-таки неправильная вещь, потому что, ну, реально, есть ребята, которые стараются, которые набивают, ну, условно, с этим демоником, да. Большое количество получило данный скин игроков, но всё же, всё же, ребят, безусловно, на этот скинчик надо было зарабатывать звёзды. Надо было, блин, покупать бустер. Я думаю, что почти все игроки его покупали, чтобы набивать данные 900 звёзд, потому что я, ну, не знаю, я уверен, что они есть такие безумные игроки, которые набивали данный скинчик демоник без именно такие бустера. Но всё же я могу сказать почти с уверенностью 90%, вот то, что 90% данных игроков качали именно вот всё это дело с бустером, набивали эти звёзды и тоже внесли свой, не знаю, не знаю, как правильно сказать, внесли свои деньги именно в эту игру, в донатили. И после этого ещё у нас в магазине теперь можно просто взять и купить данный скин. Ну, конечно. Я считаю, что это не совсем правильная вещь, но понятное дело, что проект уже пытается заработать, не знаю, на чём только можно, блин, я бы так, так бы даже сказал. И поэтому вводит вот такую вот фигню, и каждый желающий в донатить в игру и приобрести в свой гараж скинчик уже в чёрную пятницу буквально-таки через две недельки. Ну, это тогда, когда я записываю ролик, возможно, вы увидите, это уже через недельку какую-то останется именно-таки до этой жёсткой нагибаторской пятницы, но записываю именно вот так вот. Напишите, ребята, обязательно в комментарии вообще, что вы думаете по этому поводу, правильно ли делать такие вообще фишки, что ещё дополнительно будет. Тоже интересно посмотреть, что вы думаете по этому поводу, потому что я всё это высказываю со своей стороны, рассказываю, как я думаю, что это будет, но у вас, может быть, есть своя информация, есть свои какие-нибудь пруфы, может, есть какие-то источники информации, в которых вы можете узнать более подробную информацию о данных, проведенных именно-таки ивентов и всего тому прочему, но у меня такой информации нету. Поэтому как-то так, ребят. Если вам понравился данный ролик, обязательно поставьте лайк на него, оформите подписочку на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Но у меня на этом всё. Спасибо, ребят, за просмотр. Всем удачи и всем пока!